Кто хочет стать предпринимателем, а уже потом и миллионером? В минувшие выходные стартовал конкурс «Бизнес-идея-2018». Формат для города необычный. Проект придумал мэр Владимир Шарыпов. Подключил к его реализации бизнес-сообщество. Цель – дать шанс желающим работать на себя, реализовать свои проекты и воплотить коммерческие идеи. Открытие прошло по-светски шумно, а проекти пока широко не распространялись. Поэтому пришли всего 150 участников. Заявки будут принимать еще два месяца. Прогнозируют, желающих будет кратно больше. Нам это нужно для того, чтобы люди, которые имеют какие-то идеи, хотят их воплотить в жизнь, получили возможность реализовать себя, свои идеи в нашем городе и чтобы они остались здесь, работали, создавали рабочие места, поднимали нашу экономику, улучшали социально-экономическую ситуацию в нашем городе. Для участников никаких ограничений – ни пол, ни возраст, ни образование, ни опыт роли не играют. На первом этапе важно только хотеть стать предпринимателем. Даже оформившуюся бизнес-идею пока не спрашивают, зато потом спросят. Есть четыре наставника – акулы бизнеса. Каждый наберет команду из пяти человек и будет ее направлять. Запланированы мастер-классы и обучение. Идею додумают, выделят цели задачи, определят конкурентоспособность. Проще говоря, превратят в рабочую. Предпринимательство начинается не с формальных признаков и не после того, как получено свидетельство, что вот я индивидуальный предприниматель. А предпринимательство, оно начинается в голове здесь раньше. И здесь цель нашего проекта как раз поднять вот это вот и показать – да, ребята, можно, давайте, мы с вами. Первая встреча преследовала еще одну цель проекта – познакомить потенциальных предпринимателей с полезными людьми. Из банков, мэрии, разных сфер бизнеса. Делиться идеями здесь никто не стесняется. Бизнес-идея, самое хорошее, которое хочу, чтобы наши ваннские земли, как в Волгоградской, были не сантиметра пустой земли, а занятые. Первый проект везу через Госплан, возвращаюсь сюда картошку. Картошку вернуть или щенниковой или верили. Больше вернуть и лен. Рассказать о своем проекте решили участники клуба «Открытое сердце». Они хотят 14 июля на льняной палитре сделать свой фэшн-показ одежды для колясочников, а впоследствии создать интернет-ресурс, на котором люди с ограниченными возможностями здоровья смогут подобрать для себя удобные, функциональные и красивые наряды. Есть приобретенные травмы, то есть люди, чайники, у которых очень плохо развита моторика рук, это пугови, это стрешки, это все нет. Есть люди, как я, в прошлом детстве, с дискалиозной, то есть это все очень-то видео более легкое, такое, раскребощенное, не сковывающее себя в движениях. Потому что зачастую, когда мы сами крутим колеса, мы испытываем дискомфорт в одежде. Где-то что-то поднимается, где-то что-то соскальзает, когда ты управляешь, это неудобно. Кроме лекторов и наставников будут еще и инвесторы. Они обещали выбрать приглянувшийся проект и вложить в них деньги. Суммы пока неизвестные, как и количество проектов победителей. Бизнес-идея 2018 – это некий аналог федерального сообщества «Бизнес-молодость». Организаторы рассчитывают, что получится он тоже успешным. На ярких предпринимателей и жизнеспособные стартапы.